Татьяна Навка Татьяна Тарасова говорит о высоком профессионализме фигуристки, отмечая, что ей удалось не растерять любовь к катанию. Татьяна Навка по национальности украинка. Родилась в апреле 1975 года в Днепропетровске. Спорт Навка полюбила еще с детства, наблюдая за кумиром Александром Жулиным. Постоянно ходила на его тренировки и просила автографы. Занятия же на льду стали для нее исключительным удовольствием, вплоть до фанатизма. И в 12 лет Таня стала чемпионкой Украины среди юниоров. Затем мама по настоянию тренеров перевела девочку в секцию танцев на льду. А уже в 1988 году Таня переехала тренироваться в Россию. Там и стартовала ее спортивная биография. Но сегодня мы расскажем не о спортивных достижениях Татьяны Навки, а о личных моментах жизни и о том, где живет знаменитая фигуристка. Личная жизнь Татьяны и ее профессиональный рост долгое время были связаны с именем Александра Жулина. Знаменитый фигурист понравился ей еще тогда, когда приезжал вместе с женой Майей Усовой в Днепропетровск. Таня восхищалась его выступлениями и делала все, чтобы понравиться своему кумиру. В Москве Навке удалось сблизиться с Жулиным и вскоре пара стала жить вместе. Но зарегистрировала отношения лишь через 5 лет. Это случилось в одной из нотариальных контор Америки зимой 2000 года. А в мае того же года в молодой семье появился ребенок – дочь Саша. Но брак Навки и Жулина распался через 10 лет. В 2010 году они развелись. Татьяна считает, что своему успеху она во многом обязана Александру Жулину. Этот талантливый тренер умело нацеливал ее на победу и заставлял добиваться результата. И хотя их жизненные пути разошлись, Навка благодарна Жулину за все, что он сделал для нее. Средства массовой информации часто муссировали слухи о романтических отношениях фигуристки с некоторыми ее партнерами по ледовому шоу. Ее имя связывали с именем актера Марата Башарова. Говорили, что Татьяна жила в гражданском браке с Маратом. Но чтобы вступить в официальный брак, ей нужно было отказаться от православной веры в пользу мусульманской. Этого Татьяна делать не хотела. К тому же она не слишком понравилась матери Башарова. Так их пути разошлись. После Татьяна увлеклась белокурым красавцем Алексеем Воробьевым. Но большая разница в возрасте не позволила Навке серьезно относиться к их союзу. Алексей младше Татьяны на 13 лет. В 2010 году женщина познакомилась с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Как призналась Татьяна, Дмитрий долго и терпеливо ухаживал за ней. И она оценила его усилия, когда поняла, что влюблена. Однако эти отношения пришлось скрывать. Песков был женат на дочери дипломата Екатерине Солоцинской, которая родила ему троих детей. С женой Песков развелся только в 2012 году, когда роман с Навкой был уже в самом разгаре. А летом 2014 года Татьяна родила дочь Надю. Но только через год спортсменка и высокий чиновник официально оформили свои отношения. Что и говорить, надежды Навки оправдались. Влюбленный в нее мужчина развелся со своей второй женой и предложил руку из сердца Татьяне. На роскошную свадьбу в Сочи они пригласили многих известных людей. Свадебное платье Навки шил Валентин Юдашкин, а приглашение отправляли даже президенту России Владимиру Путину. Но у него не нашлось свободного времени. Их свадьбу обсуждали все СМИ. Именно на свадебных фотографиях интернет-пользователи обнаружили у Песковой часы стоимостью 600 тысяч долларов. Почти 42 миллиона рублей на тот момент и тиражом в 30 уникальных экземпляров. Саму Татьяну обвиняли в том, что она разрушила семью. Но фигуристка стойко перенесла Вал злобных обвинений в адрес себя и своего нового супруга. Не зря же Навка прекрасная спортсменка. Ее характер и умение достигать своего в очередной раз удивили не только преданных поклонников, но и недоброжелателей. Татьяна с мужем даже смогли примирить своих детей от предыдущих браков в штыки, воспринявших их супружество. Вскоре все они стали собираться в доме Песковой Навки, проводя там все свободные дни. Навку считают самой богатой из жен сотрудников администрации президента. Татьяна якобы владеет объектами недвижимости стоимостью миллионы долларов, офшорной компанией на Виргинских островах и счетами в люксембургских банках. Сама Навка зарабатывает в 20 раз больше мужа, но Пескова это не заботит. А в 2019 году Навка попала в 20-ку топ списка Forbes. Ее доход составил более 200 миллионов рублей. Татьяна зарабатывает на организации ледовых шоу, а Дмитрий всего лишь пресс-секретарь президента. Песков редко делится подробностями супружеских отношений. Зато Татьяна всегда охотно рассказывает о муже. Одно из выражений фигуристки – это то, что у ее мужа голубая кровь и врожденное благородство. Знаменитая на всю Россию фигуристка владеет далеко не одной недвижимостью, как на своей родине, так и за рубежом. Но большего внимания поклонников и завистников заслуживает не так давно купленная собственность Навки и ее чиновника мужа. Сегодня Звездная Чета владеет невероятно огромными и шикарными загородными апартаментами всего в 9 километрах от МКАД на Новорижском шоссе. Там они наслаждаются отдыхом вместе с дочерью Надеждой. Трехэтажный грандиозный особняк оценивается в более чем миллиард рублей. Здание проектировали именитые архитекторы по самому последнему писку моды. Лаконичный фасад здания отточен и прекрасно вписывается в окружающий его богатый цветущий сад. Интерьер дома сочетает необычные дизайнерские решения. Яркой ноткой во всем участке выступает монохромный шик. Основные материалы мебелировки всего дома – древесина и натуральная кожа. Оформление гостиной дома в стиле хай-тек разбавляется такими стилями, как классика и арт-деко. Большая часть пространства выполнена в белом цвете с серыми и красными акцентами. Изюминка гостиной знаменитости – стеклянные раздвижные двери, из которых можно попасть в специальную зону с шикарным природным камином и кашемировыми коврами. Здесь домочадцы проводят много часов в зимнее время, наслаждаясь чтением книг, просмотром интересных передач по телевизору и просто отдыха. Дмитрий Песков и Татьяна Навка имеют тягу ко всему турецкому. Их вдохновляет турецкая кухня, турецкий стиль в интерьере и многое другое. Так, например, именно турецкий ковер с аутентичным орнаментом украшает красивую спальню. Она расположена на втором этаже и из окон открывается чудесный вид на природу участка. Другие спальные комнаты для детей, родственников и гостей расположены на втором и третьем этажах. Гардеробные спроектированы рядом. Несмотря на роскошное убранство дома, ванная комната довольно простая и удобная. Она представляет собой большое помещение с утонченными зеркалами, душевой, биде и унитазом. Также внутри имеется изящный передвижной столик, который прекрасно вписывается в ванную комнату. К основному дому пристроена большая спа-зона с бассейном, сауной и просторным спортивным залом, в котором Навка почти ежедневно занимается с личным тренером. На заднем дворике, по задумке ландшафтных дизайнеров, расположили детскую зону. С различными качелями, большим батутом, столом для игры в теннис. Также не забыли неподалеку разместить уютную беседку с мангалом для приготовления вкусного шашлыка и других блюд. С каждой двери второго этажа имеется выход на неширокую террасу. А еще тут есть велодорожки. Дом знаменитостей строго охраняется и огорожен по последнему слову техники. Высокие, пышные деревья растут по всему периметру, что позволяет перекрыть внутренний вид от посторонних глаз. На аккуратной территории красуется озеро, а за ним – пляж. Даже самый капризный городской житель найдет в этом укромном от суеты уголке гармонию, спокойствие и красоту. В доме есть гараж для нескольких автомобилей, предусмотрено жилье и для рабочего персонала. Стильный особняк Дмитрия Пескова и Татьяны Навки обустроен с большим вкусом. Дизайнеры сделали уклон на функциональность и практичность. Каждая деталь в интерьере продумана до мелочей и находится на своем месте. На наш взгляд, именно такой интерьер подходит под характеры звездной Читы – строгий и мягкий, монохромный, но не лишенный ярких контрастов. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал. До скорых встреч!